всем привет с вами касс на этом видео у нас xiaomi redmi note 7 данный телефон упал в воду поэтому сейчас будем разбирать данный телефон и смотреть почему она не включается вот сейчас она не включается и не заряжается но обычно после воды желательно не заряжать потому что масло в огонь подливаем телефон в замыкании из-за попадания влаги внутрь телефона а мы еще и подключаем зарядку то есть добавляем ток замыкания тем самым только хуже делаем поэтому после воды не нужно сразу подключать зарядку потому что телефон не включается нужно обязательно просушить и почистить от окисления для этого конечно же нужно будет разобрать телефон если вы сами не можете отнесите в сц вам так дешевле будет лучше конечно пройти узв что такое узв посмотрите на видео по ссылке в описании под этим видео надо будет снять заднюю крышку для этого нам нужно будет нагреть его на сепараторе и так сепаратор нагревается и вот наш телефон здесь греется и так используем такой инструмент нужно немножечко здесь крышку поддеть вот теперь используем спирт макаем 3d пленку и пошло значит поддеваем здесь по краю потому что здесь находится где-то сенсор тач пальцев если мы его порвем это очень плохо будет и так сейчас немножечко вот так вот отделили крышку далее используем отвертку и нужно обесточить плату для этого откручиваем эти два винта так здесь еще один винт откручиваем 3 винта и убираем данный экран защитный экран далее отстегиваем шлейф аккумулятора все плата обесточена в этой части я бы сейчас отстегнул сенсор пальцев убираем каптоновый скотч поднимаем за защелку и вынимаем оттуда шлиф вот крышку отделили сенсором пальцев и вот у нас получается шлейф остался далее откручиваем все винты которые мы видим здесь так здесь убираем тоже защитный экран который идет со шлейфа дисплея отстегиваем шлейф дисплея отстегиваем межплатный шлейф и так после того как все винта открутили снимаем нижний пластиковый блок с антенны вот здесь окисление вижу прям вот здесь посмотрите какие-то пятна стягиваем межплатный шлейф да здесь тоже окисление на нижней части платы посмотрите какие окисления вот здесь на шлейфе вот здесь окисление и может быть причиной того что телефон не включается и не заряжается а теперь нам нужно отделить основную верхнюю плату от телефона нужно также глянуть на окисление кому интересно аккумулятор стоит здесь bn4a и так убираем шлифт сенсора touch пальцев здесь у нас коаксиальный кабель отстегиваем вот с этой стороны поддел плата пристала уже далее вот вот здесь в этой области есть такая синяя вот он этот ограничитель поэтому плату вот вот здесь нужно вот так вот вот поддеть и плата вылезает и после этого плата у нас отделяется с телефона на верхней основной плате никаких окислений хотя данный датчик у нас покраснел обычно она у нас белого цвета должна быть раз покраснел значит здесь все-таки была влага нижней плате вот вот здесь есть один такой зеленоватый винт для этого отсоединяем коаксиальный кабель и немножко нагреваем феном на фене около 200 градусов можно 150 поставить немножко нагреть заметьте здесь тоже стоит датчик он тоже такой розоватый или красный цвет на самом деле должен быть белого цвета так что здесь тоже влага была и так нагрели и приподнимаем платку вот пожалуйста отделилась возле разъема аккумулятора и слева здесь есть контакт пятачок я припаялся к нему проводком это плюсовой контакт который идет от аккумуляторов и вот вот этот нижний это у нас земля но можно и корпусу землю подсоединить а вот сюда плюс сейчас подсоединим с помощью мультиметра и проверим плату как она себя ведет и так подсоединяем плюсовой щуп проводку и минус корпусу как мы видим никаких замыканий то есть плата скорее всего в норме поэтому сейчас таким же образом попробуем запустить телефон так собрал плату на место подсоединил шлейф дисплея вставляю плюс и корпусом на корпус держу минус так стараемся не замыкать и включая телефон 0 на кнопку реакции это вполне быть может из-за того что здесь не контачит на не хочет запускаться давайте попробуем с аккумулятора как замыкания нет быть может она запустится о появилась надпись теперь запускается у меня одно предположение что замыкание было именно в нижней части телефона то есть на нижней плате там было замыкание мы видели окисление и эта часть не давала телефону запускаться так что сейчас телефон запустится и мы посмотрим итак телефон запустился так ключ блокировки сенсор работает на дисплее никаких пятен нету вроде бы все отлично в принципе все отлично работает вся проблема заключается на нижней плате защищая обычным спиртом и зубной щеткой очень простой и действенный вариант бывают моменты когда контакты сильно окислились так что припой или олово который запаивает ножку на текстолит на вот эту вот плату отваливается поэтому в этом моменте нужно будет его допаять или снова запаять но в моем моменте этого нету все отлично поэтому я сейчас почищу у нас на шлейфе тоже было окисление зачищаем в остальных местах все нормально остается отпаять провод который мы припаяли к плюсу соответственно нам нужно сейчас здесь проверить плату на короткое замыкание как это проверить сейчас вам покажу для этого нам понадобится мультиметр мультиметре вот он режим диодной прозвонки включаем его и в этом режиме если мы коснемся щупами мультиметр у нас свистит поэтому оставляем его сторонку и далее проверяем на короткое замыкание если у нас плата исправной и не в замыкании тогда мультиметр не должен свистеть и так вот у нас плата мы не можем проверить контакты на разъеме тайп си потому что она залита у нас компаундом но плюсовая линия на данной плате находится вот в этом конденсаторе тос на этом правом контакте это плюс на левом за это у нас минус соответственно если мы щупами коснемся вот так вот мы должны проверить на замыкание также можете проверить на данном разъеме вот этот контакт вот на разъеме это плюсовой контакт который идет с разъема type-c плюс 5 вольт левый же контакт на разъеме это минус соответственно смотрите касаемся и никакого свиста у нас нет теперь я хочу проверить на целостность линии от конденсатора до разъема как мы видим она целая минусовая линия как мы видим тоже целая. Это была плюсовая линия. То есть, замыкая эти два контакта на щупы, мы не слышим никаких свистов. Соответственно, в итоге, после проверки, наша плата не в замыкании. Исходя из этого, ремонт данной платы был совершен. Это и была вся проблема. Устанавливаем его сейчас на место и попробуем завести телефон. Также попробуем на зарядку. Будет ли это все работать. Зачищаем эту область от флюса. Вот так вот выглядит паянная часть. Мы видим контакт паянный. Поэтому подсоединяем сейчас аккумулятор. Он у нас заряженный. Подключаем шлиф межплатный. Вставляем антенный модуль. Или модуль динамика, так сказать. И вставляем верхнюю часть. Верхний пластиковый кожух или защитка, или экран. Нам нужно будет еще шлиф сенсора прикрепить. В общем, так должно быть. Теперь я, наверное, буду закручивать все винты. Когда будем закручивать винты, не забываем защитные экраны. Значит, подключаем шлиф не таким образом, а таким. Оголенные контакты у нас находятся внизу. Итак, подключил сенсор пальцев. То есть шлиф сенсора пальцев застегиваем. Нарезал новый каптоновый скотч и приклеим. Я взял немножко шире, чем нужно, но ничего страшного. Итак, я буду использовать клей Т7000. Кому интересно, ссылка на это все будет в описании. Мажем немножко слоями. Я полностью замазывать не буду, потому что на крышке еще остался свой родной двухсторонний скотч. Мажем по чуть-чуть, чтобы не переборщить с клеем. Чтобы она не вылезла за края. И так прилипает, то все отлично приклеилось. Пожалуйста. Итак, телефон заклеил. Пожалуйста, все отлично, все четко. Теперь включаем телефон. Сейчас нужно будет протестировать нижнюю плату. Для этого нужно будет проверить звук, проверить микрофон, проверить зарядку, проверить антенну. Поэтому подключаем сим-карту сразу. Так, сенсор пальцев. Видите, работает. Сенсор пальцев работает, поэтому все отлично. Итак, давайте проверим звук. Я думаю, что вы слышали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, что вы видите спектр, то есть микрофон тоже работает. Я думаю, что вы видите спектр, то есть микрофон тоже работает. Подключаем кабель к телефону. И теперь подключаем к зарядному устройству. как мы видим здесь появился появилась молния и ток заряда у нас 1 и 9 ампер давайте подключим quick charge 1 и 4 почему то здесь всегда меньше чем в обычном не понимаю почему но в общем так зарядка работает инструменты которые я использовал на данном видео все будет доступно по ссылке в описании вот такой вот был ремонт поэтому надеюсь данное видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока